На улицах без школы уже с самого раннего утра царит праздничное настроение. Нарядно одетые школьники, трогательно сжимая в руках букеты цветов и шары, спешат на торжественную линейку. В 9-й гимназии черкесского учеников встречали под звуки вальса. 1 сентября – это, пожалуй, единственный день в учебном году, когда еще можно не думать об уроках, не сделанных домашних заданиях, о книжках и тетрадках. Самое время набраться впечатлений так, чтобы хватило на весь год. В этот день поздравления были адресованы в основном главным героем торжества – первоклассникам. Скоро им предстоит отправиться в длительное плавание на школьном корабле к острову Знаний. Хочу, конечно же, поздравить первоклассник, тех, кто сегодня первый раз сядут за школьные парты. Очень волнительная ступень такая в вашей жизни, очень волнительная страничка. Я желаю вам огромных успехов, чтобы вы хорошо учились, не подводили ни своих родителей, ни учителей, чтобы у вас все в этой жизни получилось. Обладение знаниями – это большой труд. И от каждого из вас с сегодняшнего дня вам нужно будет выполнять уроки, выполнять определенные обязательства, придерживаться определенного режима, соблюдать дисциплину. Ваши педагоги будут оценивать ваши знания, постарайтесь их не корчать, а наоборот следовать их мудрым наставлениям. И достойной наградой будут ваши знания и хорошие отметки в дневнике. После торжественной линейки малыши отправились в свои классы. Первая учительница, первый урок – сегодня для них все в новинку. Все дружно обещают получать в будущем только хорошие отметки и слушаться всегда своего учителя. Поднимите, покажите, кто что выбрал. Дети? А что, не двоих, не троих? Здорово! В то время, пока малыши знакомились со школой, старшеклассники познавали основы парламентаризма. Во всех школах России 2 сентября прошли уроки, посвященные 20-летию принятия Конституции. Учитывая, что такая разная по возрасту сегодня аудитория собралась, я постараюсь не занудствовать очень сильно и расскажу в нескольких словах о том, что наверняка вам пригодится. А тема сегодняшнего нашего диалога с вами, я хотел, чтобы это был диалог, если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете их задать мне, либо моим коллегам, друзьям, депутатам Карачаево-Черкесии. Тема это парламентаризм, как уже было сказано, и Конституция. Для того, чтобы встретиться с учениками 18-й школы из Москвы, прибыл в Карачаево-Черкесию депутат Государственной Думы Михаил Старшинов. Этот урок он провел вместе с председателем Республиканского парламента Александром Ивановым. Что такое Конституция, какие ветви власти существуют и как устроена парламентская жизнь? Ответы на эти вопросы, как показали занятия, знают только лишь единицы. В этот день у ребят появилась реальная возможность пообщаться с теми, кто создает законы. Перед учениками 4-й школы Черкесии выступил член Совета Федерации Федерального Собрания Мурат Суюнчев. Когда-то он учился в седнах этой школы, а сегодня делится с молодыми девчонками и мальчишками своими знаниями об устройстве государства. Даже в одном классе, даже иногда два друга между собой не могут договориться. А как сделать так, чтобы 140 миллионов россиян могли вместе, дружно жить, и чтобы жизнь была отлажена, чтобы были законы, чтобы все были равны, чтобы все функционировало. Как этого добиться? Вот для этого придуман принцип разделения властей. Вот, например, вот вы судья, да, молодой человек? Вот вы будете вырастить, станете юбистом и станете судьей, да? И вдруг к вам придет министр и скажет, а знаешь, судья, ты должен вот такой приговор принести. Вы как судья будете его слушать? А? Нет. А, правильно, конечно, судья не должен слушаться. Уроки прошли в форме диалога. Школьникам в ненавязчивой форме объяснили основные моменты становления российского государства. С тонкостями избирательного процесса ребята ознакомятся и на практике. В четвертой школе Черкеска, наряду с другими общеобразовательными учреждениями, проходят выборы президента. Ученики пишут собственные предвыборные программы, готовясь стать полноценными гражданами демократического общества. Фатима Кушева, Андрей Дорошенко, итоги недели.